Крысам мало сожрать все ваши запасы, они то, что не сожрут, они обгадят и надкусают. Крысы просто это в их натуре, в их природе, они все будут портить, сгрызать, ломать, разбрасывать везде свои фекалии. И если в компанию жрущих крыс затешится какой-нибудь зверек их габаритов, они вычислят его и даже не по запаху. Скажем, хорек какой-нибудь. Просто хорек не будет грызть все подряд и не будет разбрасывать везде свои фекалии, так как это делают крысы. Когда мэр Москвы Сергей Собянин начал внедрять в свое гениальное изобретение плитку свою, сделанную из клеенной каменной крошки на его же заводах, тогда в Москве резко, скачкообразно повысился уровень травм. Люди стали падать в диких количествах на этой плитке, ломать себе руки и ноги. Естественно, зимой образовывался гололед, а ломиками эту плитку чистить нельзя. В итоге, вслед за ростом, диким ростом травм, резко возросло загрязнение всего бассейна московских вод, а это богатейший, один из богатейших пресноводных грунтовых бассейнов мира. В итоге этот бассейн загрязняется ударными темпами реагентами, кислотно-щелочными адскими реагентами. Потому что, чтобы теперь люди повально не падали, не ломали себе конечности, эту плитку посыпают реагентами. И знаете, вот так вот смотришь на все это и думаешь, да лучше бы он просто спер, да? Ну просто взял бы, просто вынул бы, положил бы себе, они же беспредельщики, ему все равно ничего не будет. Но нет, им мало стырить, им надо нагадить, изгрызть. А не такие. Здравствуйте, друзья, с вами снова я, Захарыч Блаженный. Вещаю из города Клептоса, где накануне народные недоизбранники, ну или, ладно, не буду выражаться, предложили приравнять к митингам очередь на одиночный пикет и прогулку. То есть больше трех не собираться, а усвайз хэнде хох к стенке. А совершенно охреневшие твари. Простите за мой французский, но иных слов я не подберу. Эта банда совершенно опалаумела и офигела. И вчера, друзья, произошла новость, которая на самом деле оказалась крайне и крайне интересной. Задержание и обвинение Михаилу Александровичу Меню, аудитору счетной палаты, бывшему министру строительства РФ и до этого бывшему губернатору Ивановской области. Подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. Если будет на то ваша воля, поддержите мой труд. Я в этом нуждаюсь, ибо тружусь я исключительно сам по себе, без редактора, без цензора, без кого-то, кто мне будет указывать, о чем можно говорить, а о чем лучше помолчать. Я смело могу послать всех по известному адресу, и это прекрасно, друзья, потому что я буду рассказывать все, как есть. Что ж, начнем с задержания Михаила Меня, там ФСБ его задержало в Красногорском районе под Москвой, но это около Москвы. Вот я жил как раз там у своей жены когда-то, когда был женат, там снежком расположен такой уродливый комплекс, который сделали, чтобы горными лыжами люди всесезонно могли заниматься. В итоге это дико убыточное предприятие, которое истекает тающей водой постоянно, и металлические конструкции его ржавят. Ну да ладно, я поражен тем, как много я увидел променя гадостей в СМИ, в средствах массовой информации, просто поток, диарея. Я не буду по-русски говорить, что значит латинское слово диарея, большинство из вас, думаю, согласится. Профузная диарея. Профузная – это прорывная, неостановимая. Ну прям вот он оказался просто детским людоедом, монстром рока, укравшим 700 миллионов рублей, и, ну, все грехи на него тяжкие. Я вам скажу сразу, я беспочвенно защищать никого не собираюсь, я не знаю, каким он был губернатором, я знаю, что у него жена неожиданно много зарабатывала, но он подвержен крысиным болезням, но, да, я у него брал один раз интервью в бытности работы спецкором в газете «Вечерняя Москва», и мне он, повторюсь, я вчера говорил, мне он показался человеком, знаете, несколько выделяющимся из этого, из этой кодлы мерзкой, вот. Ну, такой, какой-то более порядочный, что ли. К слову, отец Михаила Меня, Александр Протеерей, Александр Мень, русский священник, был убит в 90-м году. Убийцу так и не нашли, мотивы не раскрыты. И целая череда была убийств священников в те годы, и хочу сказать, что я полагаю, что это дело одной сатанинской организации. Мы неожиданно много убивали, убивали тех, кто мог помешать, очевидно, превращению РПЦ в то, чем оно является сейчас. Механизм сатанинской власти. Вот. Нет, я много гадостей могу услышать там, что Мень плохой, я не знаю. Я что знаю, то и говорю. Вот. А сейчас Мень задержан, арестован, ему вменяется хищение 700 миллионов рублей в бытность работы губернатором Ивановской области. А 9 лет тому назад он был, он с этого поста был направлен на пост министра. То есть за 9 лет ФСБ ничего найти не могло, а тут неожиданно быстро вот взяли, да? На посту аудитора счетной палаты Михаил Мень успел сделать несколько вещей, которые разозлили все крысиное сообщество. Прежде всего он сделал доклад, в котором сообщил, что власть на самом деле официально не располагает никакой официальной информацией о судьбе 85% всего русского леса. 85%. Далее он вскрыл очередную аферу нефтяников и газовщиков. Они воровали и списывали огромные деньги, которые якобы тратили на геологоразведку. И так фальшивкой оказались запасы нефти на 5 годовых добыч, ну объемом в общем 5 годовых добыч. То есть нефтяники солгали, вот те, которые якобы проводили разработку. И 9 годовых объемов добычи газа. Такое вот месторождение якобы было заявлено, но это оказались пустышки. А третье, что он вскрыл, это мусор. Мусор. Свалки. Он сообщил о провале мусорной реформы и о том, что подавляющее большинство мусора, то есть практически весь мусор, как отправлялся на свалки, в конечном итоге весь вместе, не рассортированный, а часто засортированный обратно, так и отправляется. Еще Мейн сделал парочку разоблачений касательно нецелевых расходов на IT-индустрию, на IT-разработки правительства, ну то есть интернет-технологии. В 11 раз выросли траты на эти разработки. Однако, если вы зайдете на сайт госуслуги, то вы испытаете чувство тяжелого ахтунга. Потому что этот сайт не просто недоработан, этот дешевый, на самом деле, простой сайт глючит чудовищно. То есть на его разработку были затрачены гигантские деньги, и эта дрянь не работает. В общем, и еще Михаил Мейн мог разозлить власть тем, что он сообщил о нецелевых тратах на ГОБГвардию. Ой, простите, я оговорился, Росгвардию. Вчера, когда менее хватали, Совет Федерации, в котором больше всего судимых членов, и откуда на скамью подсудимых отправилось больше всего народа вообще из всех учреждений, так вот, единогласно проголосовали за лишение его полномочий, там, арест, все дела. Вот. Крысы почуяли чужого. Но да, я не знаю, да, весьма вероятно, что обвинения, которые предъявят или уже предъявили самому Михаилу Меню, не обеспочвенные, не удивлюсь, потому что если взять хорька, засунуть его к крысам, он тоже будет жрать, как крысы, вот, и будет пытаться копировать крысиные повадочки, но все равно, хорек не крыса. Вот. И, знаете, хоть он и тырил, если он тырил, я этого не знаю, свечку не держал, за руку не хватало, но последние его действия на посту аудитора счетной палаты заставляют меня относиться к этому человеку со знаком плюс, с большим жирным знаком плюс. Он оказался белой вороной в рядах стаи негодяев. Вот. Был, вот когда Степашин был главой счетной палаты, при нем она выдавала на гора прям. Стырили столько-то, вывели столько-то из страны открытым текстом. Сменили Степашина, наступила тишина. И вот тут вот Михаил Мень. Вы знаете, на самом деле, друзья, я полагаю, что Михаил Мень, человек такой все-таки, такой более порядочной закалки, чтобы там не было чем большинство этих крыс, он все-таки, думаю, простите мой французский, опупел от масштабов того, что происходит, потому что в ельцинское время тырили на порядок меньше. То есть тырили чудовищно, тырили так, что за это надо просто это уничтожать физически, реально. Но вот нынешние крысы, нынешние твари попутали берега окончательно. Связано это, я полагаю, с тем, что они видят их время на исходе. Крысы, знаете, чем больше вы тырите, тем больше вы будете отвечать. Михаилу Менью, я не знаю, украл он или нет, но за его действия на посту аудитора счетной палаты, я выражаю Михаилу Меню уважение и поддержку. Очень, ну вот так вот, друзья, вот так вот. А еще выражаю ему поддержку, потому что вижу, сколько в комментариях на него льется грязи, и сколько в путлоящике на него фекалии сразу вылилось, и т.д. и т.п. А был Михаил Мень малозаметным чиновником, и особенно не вылезал. Вот. И на самом деле, ну, я все больше и больше начинаю понимать, что он как раз, наверное, в чем-то на стороне добра. Вот. И он для меня потихоньку становится в один ряд с фургалом. Крысы забегали, крысы шурудятся, крысы очень боятся. Конец крысиного царства близок. Арест Михаила Мене, дорогие друзья, это серьезнейшее тому подтверждение. Да, сейчас идут там десятки арестов. Мэра Томска взяли за вымя с какими-то миллиардными этими растыриваниями, когда его жена в подушке выкинула какие-то карточки, счета какие-то на миллиарды, в подушке из окна выкинула. Вот. И таких вот крыс ловят одну за другую. Не питайте иллюзий. Это не имеет никакого отношения к превращению Ирафистана в честное и благородное государство. Нет. Крысы делят жратву. Вот, собственно, и все. А кормовая база кончается. Крысы испортили, прогадили все. Газпром убыточен. Нефтянка Ирафистана убыточна. Что им остается? Нашими органами торговать, друзья. И землей. Тем, что у крыс поганых как бы сейчас осталось. То есть, наше. Это наше. А крысы это грызут и раздают. И продают за гроши. Вот. А что не могут продать и съесть, то понадгрызут и испортят. Ненавижу крыс. Что же, еще раз подписывайтесь. Ставьте лайки, друзья. Пишите комментарии. Буду на то воля ваша. Поддержите мой труд. Вот. Повторюсь. Я не делю людей по национальному признаку. По религиозному признаку. По половому даже. И по признаку каких-то их предпочтений. Я делю людей по признаку. Культурный, цивилизованный ты человек. Или же ты дикая, простите, быдла. Вот. Со вторыми я дел не имею. Отхожу куда подальше. И скажу еще напоследок. Знаете, недаром сатанисты убивали честных священников. В большом количестве. Недаром. Ибо сатанистам главное было выбить опору из-под народа нашего. Главная опора – это православие. Как же яростно они сражались с православием, внедрив вместо него свой сатанинский культ с упырем и чудовищем Лениным, с его мумией, в Зиккурате, в центре столицы. Зиккурат необходимо снести. Мумию надо бы на зарыте. Вот. А церковь, чистоту ее надо восстановить. Для сего церковь должна быть соборной. Не институтом сатанинским, во главе которого стоит какое-то ничтожество и негодяй. А должна быть свободной. Потому что Господь наделил людей свободой воли и свободой выбора. Что же, еще раз подписывайтесь, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии. И поддержите Захарыча Блаженного. Спина болит дико. Купил себе, как это, деклофенак, противовоспалительность, сам себя уколол. А опыт незабываемый. Я не наркоман. И ни разу в жизни там ничем не кололся таким. А тут непростое дело. Если ты не наркоман. Но я справился. Что ж, доброго денечка. Помогай нам Бог. Улыбайтесь. Живите с улыбкой. Не бойтесь ничего. Бойтесь говорить неправду и делать неправедное. И бойтесь за Родину нашу. Все будет хорошо.